Блинов Брейк-данс на каблуках и в восхитительных штанах. Если женщина захотела танцевать, ее ничто не может остановить. В общем, наша народная зарядка сегодня очень занимательное зрелище. Будут вам и хлеб, и зрелища, и все сразу в нашем киноархиве. Знатная ночная тусовка первоцелинников. Места, откуда хочется уехать. Остались ли в Барнауле места стоянок таксистов или без телефона под рукой уехать уже невозможно. Катаемся с нашим путеводителем. В последние годы самые масштабные масленичные гуляния на Алтае проходят на сибирском подворье, недалеко от Белокурихи. В этот раз здесь будут удивлять русским готическим R&B, большими медвежьими флешмобами и забегом русских борзых. Не буду углубляться, кому интересно. Все детально расписано в интернете. Ну, я думаю, что не обойдется без традиционных забав. Ну, вроде лазанья по масленичному столбу. Кстати, обычно это мужская забава, но что-то мне подсказывает, что героини нашей следующей рубрики, народной зарядки, дали бы фору любому участнику. Особенно после того, как они освоили брейк-данс на каблуках. Тут вдруг столько лет спустя пытаться делать то, что ты делал подросткам, это, конечно, сложно. Необходимо, но не делаю. Здравствуйте, меня зовут Игорь Еткус, я преподаватель школы танцев, и сегодня мы пройдем разминку в стиле топ-рок в одном из направлений брейк-данса. Все движения основаны на каче. То есть, когда мы слушаем музыку, мы качаем прежде всего головой. Здесь мы будем качать тазом. Вперед-назад. И первое движение называется кросс-степ. Первый шаг делаем правой ногой и открываемся. Раз, два, обратно закрылись. Три левой ногой, обратно закрылись. Второе движение называется кик-степ. Также начинаем с правой ноги. Делаем кик, крест-накрест, в сторону. Кик, крест-накрест, степ, в сторону. Следующее движение пришло в брейк-данс из русских народных и называется присядка. Также четыре шага. Правой ногой на пяточку. Раз, два, на носочек, таз вперед. Три, на пяточку и присели. Еще раз, пяточка, носочек, пяточка, присели. Пяточка, носочек, пяточка, присели. Пяточка, носочек, пяточка, присели. Отлично. Спасибо вам за разминку. Сегодня пятница, а значит, теща по традиции приглашает взятие на блины. Поэтому все сегодня посещаем тещу. Так, Юрочка, ты хорошенько подумай сначала, потому что у этого ритуала есть продолжение. Так вот, теща в этот день должна зятя умасливать, смазывать его голову коровьим маслом, чтобы он слушался своей женой, был покладистым. Так что, дорогой мой, готовь свою голову. Кошмар какой-то. Вот представь себе, что ты была бы замужем всего год. И была бы ты крестьянкой, и я бы тебе точно не позавидовал. Тебя можно было бы запрягать в сане, после чего ты должна была бы катать своих подружек по селу и громко напевать песни. Катастрофа какая-то. Вот чем эти девушки провинились? Я еще понимаю, когда по другой масленичной традиции наказывают холостых парней. Их привязывали на шею, им привязывали полено, символизирующее вторую половину. В общем, сложно нам понять эти древние традиции. Гораздо проще понять первоцелинников на полевом стане, устроивших знатную ночную тусовку. Посмотрите. А тем, у кого кончилась смена, можно вернуться домой, на полевой стан. Сейчас неплохо и поужинать, рассказать последние новости. Сегодня в бригаде Богданова выступают свои самодеятельные совхозные артисты и строительные бригады. Насколько широкой будет масленица на Алтае, этим утром по-домашнему поговорим с Татьяной Сажаевой, руководителем Алтай-турцентра. Надеюсь, у нас получится составить насыщенную программу празднования. Татьяна Ивановна, начнем со зрелищ. Масленичные гуляния всегда проходят на широкую ногу, самобытно. Так вот, где на Алтае будет самый высокий и гладкий стол для лазания? Где будет пылать самый большой костер от сжигания чучелы? И где отыскать самые эмоциональные кулачные бои? Ну, конечно, наш рекордсмен – это сибирское подворье Смоленского района, рядом с Белокурихой, где традиционно, вот уже в девятый раз, будет проходить широкая масленица. Ее название – Сибирская масленица. Она известна широко в России и далеко за ее пределами, потому что и гости из Италии, из Турции, и ближние зарубежья. Кулачных боях участвую. И на стоп в том числе. В прошлом году, если не ошибаюсь, гость из Западной Европы буквально пытался забраться, но достиг всего двух метров. Всего-то? Потому что это нужна сибирская тренировка. Так, это что касается Сибир... А? Это Сибирского подворья. Да-да-да, Сибирского подворья. Что касается Барнаула и других городов? Если остаемся в городе, и похода к родственникам нам недостаточно, то, конечно, можно совместить приятное с полезным, и в первую очередь появиться в «Лесной сказке». Это наш парк, где есть резиденция Деда Мороза. Заня готовит широкую программу на 13 марта. Наши музеи приготовили и уже начали интересные программы. Я бы рекомендовала посетить выставки лоскутного шитья. Это интересно не только дамочкам, но это интересно и всей семье, потому что ручная работа, это притягивает внимание, это те же яркие краски. Конечно, это наш художественный музей, который славится своими программами «Солнцеворот», и она будет проходить и в музее, и на одном из туркомплексов в Нагорной части города, на широкой просеке. Это будет тоже 13 марта. Ну и, конечно, песнохорки, известные наши, с программой в Краевическом музее. По зрелищу определились теперь по хлебу. Где на Алтае отведать блины, где самые вкусные, может быть, которые вы пробовали? Ну, самые вкусные блины, конечно же, у тещи. Но тем не менее... У меня тещи нет. Тем не менее, у нас множество есть интересных мест, где пекут достаточно необычные блины. Я не говорю о наших стандартных вариантах. Воскресенье, а куда мы идем? Мы идем с вами, конечно, на программы «На воздух». Когда мы с вами немножко подмерзли, обязательно идем в кафе. Вот помните, совсем недавно была издана на Алтае новая книга «Кулинарное путешествие по Алтае». Вот там несколько страниц рецептов, в том числе от наших маститых рестораций, таких как ползунов, блины с припеком. Это все можно попробовать историческую кухню. Традиции празднования масленицы на Алтае чем-то отличаются от остальной части России? Мне кажется, никто не ждет так масленицы, окончания зимы, как сибирики. Мы это заслужили, поэтому вот тот самый яркий праздник, солнечный, вкусный, этнический, он, конечно, у нас на широкую ногу, и не случайно сибирская масленица на сибирском подворье занимает у нас традиционно первые места в рейтинге национального событийного календаря России. То есть сибиряки устали от зимы и провожают ее прям так на широкую ногу? Рядом с нами в других регионах так не делают, поэтому другие регионы к нам и едут. Для того, чтобы зарядиться на Алтае природой, ну и нашими эмоциями мы умеем и встречать, и праздновать, в том числе и масленицы. И провожать. И провожать. Спасибо. В этом году, слава богу, масленица совпала буквально с наступлением весны, поэтому провода зимы и масленица такое редко будет. Повод. Повод. Да. Спасибо, Татьяна Ивановна, спасибо вам большое. Напоминаю, что мы говорили с руководителем Алтай-турцентра Татьяной Сажаевой, которая заверила нас, что на широкую масленицу будут вам и хлеб, и зрелище. Добрым этот мир будет, добрый мир почти счастье, добрый мир раз и навсегда. Протечки в отдельных местах кровли должны устраняться в течение суток в зимний период и в течение трех суток в летний период в соответствии с постановлением ГУСТРОЯ номер 170. При этом латочный ремонт кровли должен производиться за счет средств за текущий ремонт содержания жилья, без дополнительного финансирования со стороны собственников. Если вы в своей квартире увидели плачущие потолки, то необходимо срочно заявить об этом в свою аварийно-диспетчерскую службу. Специалисты и управляющие компании выйдут к вам на место, составят акт осмотра, выявят причину и устранят соответственно ее. Если вы считаете, что квартире нанесен материальный ущерб, тогда необходимо обратиться в экспертную организацию для составления отчета об оценке и предъявить его управляющей организации. Если причинитель вреда в добровольном порядке не возмещает причиненный ущерб, тогда необходимо заставить это сделать в судебном порядке. Если все-таки управляющая компания бездействует, то необходимо написать жалобу в жилищный надзор Государственной инспекции Алтайского края. Я сегодня так рано шел на работу, что, честно говоря, даже не понял, солнечный сегодня день или нет. Ну, чем и хороша масленичная неделя, что каждый день солнце есть в нашей тарелке. Недаром весну встречают именно масленицы, выпекая блины, символизирующие солнце и задабривающее дремлющее ярило солнца. В общем, в это воскресенье суммируем все блины, которые мы съели за неделю. Печем столько же, съедаем и начинаем просить прощения у собственного организма. Впредь обещая ему только полезного аппетита. Мы отправляемся по гостям. Первый в нашем списке президент Ассоциации барменов Алтайского края, мой давний друг Андрей Сапсаев. Андрей, привет. Привет. Это будет пунш... Пунш. Рябиновый. Пунш рябиновый, да. Для рябинового пунша возьмите 70 миллилитров имбирного лимонада, 70 миллилитров зеленого чая, 20 миллилитров меда, это примерно столовая ложка, по 20 граммов рябины, апельсина, яблоко, 2-3 штучки гвоздики, щепотку корицы. Вообще пунш, ну это с индийского переводится панч, панч. То есть это 5 ингредиентов. А, вот. 5 ингредиентов, ну у нас немножко чуть больше будет из-за специй, а так мы... А так раз, два, три, четыре, пять. Да. В пинчер или ковш выливаем одну ложку меда, затем идет гвоздика, корица и веточка рябины. Добавляем имбирный лимонад, нарезанный большими кубиками яблока и апельсин, в конце в пунш выливаем чай. Мы перемещаемся к специальному оборудованию, где с помощью горячего воздуха Андрей Сапсаев нагревает напиток до 70 градусов. В домашних условиях это можно сделать просто, не доводя до кипения. Как понять, что напиток настоялся? Ну, очень просто. Когда рябина примет свою форму первоначальную, то есть она вот сейчас засохшая, да, там она кругленькая, да, кругленькая, разбухнет, то, в принципе, он как раз настоялся. И рябина отдала все свои полезные вещества именно этому напитку. Оформляем пунш веером из долек яблока, подаем к столу обязательно горячим. Пунш или панч, как говорят в Индии, согревает, дает витамины и просто поднимает настроение. По блинам, кстати, в Масленицу можно угадать. Задайте вопрос, всмотритесь в рисунок и прочитайте свое будущее. Ну, а мы пока почитаем газеты. Читаем свежий выпуск «Бийского рабочего» и узнаем, чем живет Алтайский Наукоград на этой неделе. Помните, кто возглавлял Министерство иностранных дел до Сергея Лаврова? Вряд ли, потому что его предшественник трудился еще в далеком 1991 году, и это был Александр Бессмертных, уроженец города Бийска. Его приняли в МИД еще на стадии обучения в УЗИ, и это был прецедент. Тогда Бессмертных написал речь для выступления Хрущева в Европе, которая безумно понравилась Генсеку. Позже он 20 лет проработал в США, однажды возглавив там посольство СССР, а после пришел на кресло министра. В интервью Бийскому рабочему он рассказал, что Союз был не готов к реформам в условиях сильнейшего экономического кризиса. Тогда СССР обратился за помощью к странам Запада, допустив свою главную ошибку. В каждом правительственном ведомстве сидели советники из США и рулили политикой страны, дорулив до развала. Также из интервью можно узнать, что Бессмертных говорил про Бийск американским политикам, как создавал международный пояс дружбы и многое другое. Попробуй угадай, будет паводок или не будет. В Бийске запасов влаги в почве всего 75% от нормы, но в 2014, когда был сильнейший паводок, запасов было и того меньше. А годом ранее, когда обе волны прошли незамеченными, уровень был выше нормы в полтора раза. Вот и угадай, пишет газета. Будут дожди и резкое потепление, потопа не избежать. На всякий случай жителям самого проблемного зеленого клина советуют страховать свое жилье. И вот парадокс. Битчанам выделяли больше миллиарда рублей на закупку мебели, ремонт квартир, покупку посуды. Но сборы в бюджет по этим направлениям не увеличились. Зато выросла закупка дорогих автомобилей и мобильных телефонов. Куда делся миллиард, непонятно. Больше интересных материалов ищите в последнем выпуске газеты «Бийский рабочий». Опросы Левада-центра показали, что россияне отметят масленицу дома. При этом печь блины намерены 70% населения, а поучаствовать в народных гуляниях хотят 25% от всех, кто будет участвовать в масленице. Что-то мне подсказывает, что следующий за Великой масленицей Великий пост будет гораздо менее популярен. Так точно. Пока гуляем, веселимся, но в меру, чтобы обязательно найти дорогу домой. Наш путеводитель сегодня отправляется по местам в Барнауле, откуда хочется уехать. Я Маргарита Белова, ваш путеводитель по самым интересным местам Барнаула и Алтайского края. Сегодня идем не туда, куда можно приехать, а туда, откуда можно уехать. В моем телефоне два интернет-приложения для вызова в такси, где-то 10 номеров служб, но ситуации бывают разные. Поэтому сегодня ищем в Барнауле места, где, выйдя на улицу, можно наверняка поймать машины с желтыми шашечками. Первая точка – поселок Южный, улица Белинского, возле детской поликлиники. Лично я пользуюсь такси, которые стоят на этом месте очень часто, потому что живу в пригороде. И добраться после 10 вечера на общественном транспорте до моего дома невозможно. А вот до самого Южного на автобусе, пожалуйста, получается своеобразная пересадка. Очевидные преимущества этого места – такси здесь стоит практически круглосуточно, если, конечно, немного вызовов. Еще удобно с ребенком, потому что поликлиника в двух шагах. Такси возле Цума, конечно, есть. Только за 10 минут мы насчитали порядка 10 машин. Ну а как иначе? Главный магазин на главной улице Барнаула. Здесь многолюдно. Рядом кафе, рестораны, множество магазинов. Вечером гуляет молодежь. Что удобно, так это не зная адреса вызвать сюда машину, даже если остальные уехали развозить других клиентов. Очень просто, потому что каждый оператор знает этот адрес. В спальных районах Барнаула тоже есть пятачки, где стоят машины с шашечками. Например, недалеко от пересечения Малахова-Юрина. Здесь мы нашли всего лишь одну машинку, и она тут же уехала, наверное, на заказ. Ну а по дороге проезжает очень много таксистов, так что можно выйти, проголосовать и стать так называемыми флажками. Советы бывалых. Хотите быстро найти машину, отправляйтесь на парковку в ближайший торговый центр. Здесь постоянно кого-то увозят, кого-то привозят. Поэтому водителя с шашечками найдете через 10-15 минут и благополучно уедете по нужному вам адресу. Такси по городу, берем такси, 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 недорого. Эти фразы возле авто и ЖД вокзалов можно услышать очень часто. Здесь, пожалуй, самое хлебное место для водителей. А вот цены, особенно участников, кусаются. Это был путеводитель по местам, откуда можно уехать, дополнять его своими точками на карте. Счастливого пути! Провожаем зиму окончательно и бесповоротно. Шире масленица! Быстрее проснется солнце, быстрее все растает. Хорошенько погуляйте в эти выходные. Это было «Утро по-домашнему». Пока. С новостями к этому часу. Василий Морозов, здравствуйте. Алтайских аграриев освободили от обязанности устанавливать тахографы. Завтра вступает в силу соответствующий приказ Миндранца России. Для сельхозпроизводителей это важный вопрос. В Краевой комитет по аграрной политике руководители предприятий не раз обращались с просьбой освободить их от установки тахографов. Мотивировали это тем, что большинство перевозок с полей на фермы осуществляется грузовиками, а протяженность маршрутов не превышает 10 километров по полям. Жители края больше не смогут прямым рейсом улететь в Германию. В Парнаульском аэропорту закрыли авиамаршрут до Дюссельдорфа. Армина рейса связана с реорганизацией авиакомпании Аэрофлор, в которую входит Оренейр, выполнявшая немецкий рейс. Теперь желающие отправиться в Германию будут вынуждены добираться транзитом через другие российские города. Ближайший – Новосибирск. Большой благотворительный концерт телепроекта «Надежда на чудо» пройдет сегодня во Дворце культуры Барнаула. Ежегодное мероприятие посвящено ребятишкам, которые лечатся от рака. Все собранные средства направят на нужды отделения онкогематологии, детской краевой больницы. Это медицинское оборудование, лекарства и подарки для ребятишек. Билеты можно приобрести в общественной организации «Мать и дитя» по телефону 61-62-12 и в кассах Дворца культуры города Барнаула. В Барнаул приехала ярмарка верхней одежды. Она будет работать с 9 до 21 марта во Дворце зрелища спорта. Больше 2000 моделей по доступной цене от 900 до 4000 рублей. Непредсказуемая сибирская погода превращает выбор одежды для жителей региона в настоящее испытание. А покупка одежды на зиму и весну – серьезный удар по кошельку. Ведь нужна и легкая куртка, когда уже пригревает солнышко, утепленный вариант для пасмурной погоды и очень теплая для суровой зимы. На ярмарке модель стоит от 900 рублей. Плюс огромный выбор. Одежду можно подобрать и по возрасту, и по образу жизни. На ярмарке представлено многообразие размеров, фасонов и наполнителей. Перо, синтепон, тинсулейт и верблюжья шерсть. Довольно останутся даже привередливые модницы. Новая коллекция от российских производителей соответствует всем нормам качества. Подобрать вариант для себя смогут и представители сильного пола. Любая куртка и пуховик от 900 до 4000 рублей. К утреннему часу все новости. До встречи.